Всем привет! Это вторая часть обзора электросамоката Speedway Mini 4. В этой части я хочу поделиться своим опытом эксплуатации. Попробуем записать в виде такого своеобразного вложика, техно-вложика. В общем, опыт эксплуатации, пользуюсь я им, получается, уже больше месяца. В первой части я подробно рассказал про внешний вид, где что находится, характеристики. Даже мы рассмотрели настройки бортового компьютера. Ну и первые впечатления также там есть. Повторяться не буду, ссылочку просто добавлю. В этой же части я уже расскажу про косяки, какие обнаружились спустя месяц. Давайте, кстати, посмотрим сразу, какой пробег. За звук сразу прошу прощения, если будет шум ветра. Записываю на HTC U11. Опять же, заодно проверим, как это дело записывает камера. Общий пробег у нас практически 118 км. По заряду сейчас он практически полный, но я уже где-то километра 3 проехал. Вольтаж 53.5, максимальное 55. Ну, соответственно, чем больше у нас заряда, тем он быстрее едет. Мощность его падает не резко, а постепенно. Даже при минимальном заряде он едет шустрее, чем тот же самокат Xiaomi. Итак, давайте сначала пройдемся по косякам, какие обнаружились. Во-первых, как я говорил в первой части обзора, у нас мотор-колесо находится сзади. Здесь же у нас непрокалываемая шина. Так вот, как я понял, видимо, от нагрева мотор-колеса, да, вот тут, наверное, видно, немножко шина отошла из пазов. То есть там, ну, буквально миллиметр, может быть, чуть больше. Но ничего критичного нет. Где-то она отошла, где-то зазоры минимальные. Но, повторюсь, это, скорее всего, именно от нагрева мотор-колеса резина становится мягкой. Я не знаю, видно или нет. Есть небольшие сколы, но это я, собственно, задел покасательный бордюр. Пластик, ничего не отвалилось. Все крепко, надежно. Переднее колесо у нас надувное. Кента, не знаю, вам видно или нет. Здесь, значит, максимально 3,5 бара я накачиваю где-то 2,5-2,7 бар. Но это с учетом моего веса больше 90 кг. На других самокатах бывает и резина от другого производителя. Там, по-моему, 2,5 бара максимум. В общем, мой совет. Переднее колесо накачивайте как минимум на 2 бара. Модификация. Данного самоката. 48 вольт. 15,6 ампера. Рекомендую брать именно эту версию. И второй момент. Появился небольшой люфт складного механизма. Это, в принципе, все закономерно. Так как у нас самокат складывается. От этого никуда не деться. Вот буквально там 1-2 мм. Этот штырь ходит туда-сюда. Ну и, соответственно, руль буквально на несколько градусов отклоняется. Так же, что я заметил по звукам, да, что у нас здесь. Спереди появились небольшие щелчки, но, как я понял, это у нас от всяких вот этих вот пружин, которые там еще изнутри. В общем, я это дело промазал смазкой и никаких практически щелчков у нас нет. В целом, самокат собран отлично. То есть, спустя месяц ничего не болтается, не скрипит, не гудит даже на неровных дорогах. Единственное, вот только щелчки именно складного механизма из-за пружины. В общем, надо это дело просто смазать, либо подтянуть. По плавности хода. Если мы говорим про асфальт, даже не очень хорошего качества, там, не знаю, небольшие какие-то выбоиные камешки, в принципе, в таком вот виде. И про плитку, вот она дальше, то самокат едет очень тихо, плавно, ничего не стучит. В руки не отдает, то есть, у меня локти не болят. Если есть большие неровности, то, безусловно, они ощущаются задним колесом, так как оно непрокалываемое, переднее надувное, там, заметно, все мягче. Ну, здесь есть еще два амортизатора снизу, но я в первой части рассказывал. Так, пойдем дальше. Что чаще всего спрашивают прохожие? Это две вещи, я думаю, они вас также интересуют. Это насколько его хватит и какая его скорость. Но по опыту эксплуатации могу сказать следующее. Если ездить каждый день по чуть-чуть, в течение полторы недели, то мне его хватало где-то на 35 км. Если откатывать полностью весь заряд за 1-2 дня, то 40-42 км. Это учитывайте, что мой вес с одеждой, с рюкзаком, грубо говоря, 100 кг. Вес меньше, больше скорость, ну и, соответственно, пробег будет выше. По скорости. Изначально здесь показания где-то на 2-5 км отличаются от реальных, ну, по крайней мере, если сравнивать с GPS на смартфоне. Так вот, с данными значениями максимальная скорость 38-40 км в час, но это при полном заряде. Если мы говорим про вес райдера где-то 50-70 кг, то при полном заряде он выжимает положенных ему 45 км в час. Также я купил себе такой вот светодиодный фонарь, заказывал через Алиэкспресс, обошелся он мне, по-моему, в 15 долларов с доставкой. Ссылочку я добавлю. Здесь есть своя особенность, как можете видеть, профиль руля у нас квадратный. Есть, конечно, круглая часть, но это специальный паз для фиксатора. Он отходит, и мы складываем ручки. Но именно данный механизм крепления спокойно подходит к данному рулю. Фиксируется хорошо. Можем поворачивать, соответственно. Вверх-вниз, это уже в зависимости от того, как мы его закрепим. Здесь спрятан microUSB. Емкость аккумулятора 2500 мАч. Кнопочка включения-включения с подсветкой. Есть защита от воды. IPX3. То есть, воду, конечно, пускать нельзя, но от дождя защита имеется. Мощность 400 люмен. Несколько режимов. Минимальный, средний, максимальный. При максимальном хватает на 2,5 часа. При средней яркости, по-моему, 200 люмен. Хватает на 4,5 часа. И при минимальном на 8 часов 20 минут. Угол рассеивания 85 градусов. Вот фонарь очень классный, светит далеко. Если вдруг аккумулятор сядет у фонаря, вот на обратной стороне имеется обычный полноразмерный USB разъем. Ну, то есть, мы можем его подзарядить с помощью нашего электросамоката. Также можем зарядить и, конечно, наш смартфон. Так, ну, давайте вам более наглядно покажу. Как раз здесь прямая. Асфальт без наклона. Проверим максимальную скорость. Но, повторюсь, он сейчас заряжен не полностью. Полностью это, по-моему, где-то 55 вольт. Асфальт без наклона. Ну, вот как могли видеть, максимальная скорость на этом участке 41 км в час. При этом, повторюсь, я настраивал бортовой компьютер. То есть, P0 значение 8, P2 17. По умолчанию разница между GPS на смартфоне была где-то 3-5 км в час. Соответственно, большую сторону на электросамокате. Сейчас значения уменьшились. И, в принципе, это показания реальной скорости. Ну, вот результат, который показал смартфон. Соответственно, скорость у нас берется по показаниям GPS в смартфоне. Максимум 39,8, ну, практически 40 км в час. Ну, то есть, погрешность с бортовым компьютером минимальная. Повторюсь, идеальное значение P0,8, P2 17. Если вес будет меньше 100 кг, 80 и 60, он спокойно едет и 45 км в час. Ну, и последнее, что я бы хотел рассказать, это какая его скорость, какой накат, если у нас сел аккумулятор. Давайте проверим. Не знаю, будет, конечно, сложно держать в одной руке смартфон. И другой ехать. 15, 14. Давайте оттолкнемся. Вот, я больше не толкаюсь. Ну, до 15-16 км. Вот мы, собственно, едем, едем. Едем. Давайте я подведу итоги. Самокат я покупал по акции за 29 тысяч рублей. Не знаю, она есть или нет. За эту сумму он просто вне конкуренции. Лучший электросамокат. За эти деньги, во-первых, мощный. 500 Вт – это номинальная мощность. Максимальная 1200 Вт. Даже с моим весом под 100 кг он очень хорошо тянет и тянет хорошо даже в горку. Так на Алиэкспрессе он стоит, по-моему, в районе 40 тысяч рублей. И за эти деньги он тоже, я считаю, один из лучших. Итак, приехали мы еще на одну площадку с турниками. Я, знаете, что забыл рассказать? Это как он себя ведет в дождь. Как могли видеть, задний бампер у нас закрывает все. Я уже проехал, естественно, под дождь. Причем довольно-таки сильный. Грязь на меня не летела. Это большой плюс. И второй плюс – это в том, что здесь барабанные тормоза, значит, они скрытые. То есть ни влага, ни грязь туда не попадает. И тормозит он реально очень хорошо. Чаще всего я торможу рекуперацией. Ну, то есть это надо не до конца зажать тормоз. Если до конца нажимаем, то уже включается барабанный. Торможу рекуперацией, соответственно, он немножко подзаряжается. Если резко прям нажать на тормоз, то, конечно, задница начинает идти юзом. Но в целом претензии к тормозам у меня нет. Повторюсь, чаще всего торможу рекуперацией. Сделаем кружок и тормозам. Вот так народ ходит, ничего не смотрит. Пипец, конечно. Так, если не видно скорость, я буду говорить. 38, 40, 42. 41. 41. 40 горку если видите ребенка тормозите до 5 километров лучше вообще встаньте фиг знает куда он побежит так 36 37 и вниз так едем в горку 39 38 38 и тут будет горка скорость падает до 30 28 тормозим все и 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